добрый день дорогие зрители православного портала экзегет и сегодня мы с вами обсуждаем очередное заявление которое сделал римский папа франциск в эфире одного популярного в италии телешоу который продолжалось около часа и вот в ходе этого телешоу римскому первосвященнику был задан вопрос на который тот предложил несколько ну мягко говоря неожиданный ответ ведущий один из ведущих шоу спросил римского папу относительно того верит ли он в ад на это папа франциск ответил очень таким своеобразным образом он во-первых говорился что это не догма а исключительно его личное мнение и после этого сказал что он надеется на то что от пуст что в нем никого нету что это его вера это его надежда который он придерживается в своих личных как он подчеркнул во зрении взглядах на этот предмет ну надо сказать что одним этим вот таким высказыванием за скобками римский папа просто походя взорвал практически всю рима католическую догматику все то учение которое последовательно кропотливо со многими усилиями римская церковь создавала на протяжении последний тысячи лет ну во первых что может означать вообще такая оговорка о том что то что говорит римский папа это не догма а его личное мнение послушайте но какое может быть личное мнение у римского папы которые согласно догмата ватиканского собора уже так сказать более полутора столетий уже почти там около двух столетий является непогрешимым когда он возвещает учение католической церкви экс кафедра то есть непогрешимым вопросах веры может ли быть у такого человека который человеком то в общем то уже в каком смысле не является какое-то личное мнение по богословским вопросам является ли выступление на популярнейшем в италии телешоу прецедентом как раз таки такого высказывания с кафедра то есть выполняет ли при этом римский первосвященник свои непосредственные обязанности учить церковь или это он просто так как-то погулять вышел сидеть на лавочке беседует это конечно вопрос который мы оставим премудрым католическим богословом захочется ли им внести телешоу в число тех моментов которые на распространяется понятие экс кафедра то есть совершает римский папа в это время учение вот свое церкви или это просто в общем то никого ни к чему не обязывающий разговор ну в общем пускай в тех хитросплетениях своей богословской с позволения сказать мысли пускай эти с позволения сказать богословы и разбираются в данном случае но в общем само по себе конечно для нас остается большим вопросом в таком случае что и сказано в римскую римскими папами можно считать произнесенным вот подолгу их первосвященнического служения катехизации учения возвещения учения церкви а что в общем таковым не является это первый вопрос который уже просто ставит жирный такой крест и отнюдь никак символ христианства на вообще на римма католическом учении на римма католической догматике сама возможность до римского папы выступать по телевидению и говорить какие-то вещи которые являются его личными воззрениями идущими в разрез с учением римма католической церкви ну а то что то высказано римским папой по поводу существования вечности ада явно идет в разрез со всем предыдущим учением римма католической церкви это абсолютно очевидно если от пуст ну хотелось бы конечно может быть поинтересоваться с какого момента это произошло произошло ли это тогда когда туда сошел господь наш иисус христос великую субботу проповедовал там тем не находящимся в темнице в заточении духом и вывел их всех как это представляется римскому папе на свободу или это произошло в какой-то другой момент истории интересно было бы узнать конечно в какой если это произошло еще тогда на самом так сказать в самом начале основания православной но и вообще собственно христианской церкви то кому же тогда римские папы продавали свои знаменитые индульгенции кого же они так старательно и не бескорыстно выручали из заключения в пропастях ада собственно говоря тогда почему в свое время в начале 16 века в 1520 году был осужден восставший от восставший против учения об индульгенциях августинский монах и преподаватель вертенбергского университета мартин лютер известный к впоследствии как основатель лютеранство и вообще движение протестантизма который вступил в яростную полемику с продавцом индульгенции аганом тетцелем которые также монахом который незадолго перед тем на ярмарке очень бойко торговал этими самыми индульгенциями благодаря которым как он утверждал как только денежка падает и звенит в ящичке для сбора пожертвований тут же душа выскакивает из ада вот таким образом представлял это себе бойки торговец индульгенциями и агант тетцель всячески распространяя этот свой товар товар прощения грехов за деньги по-другому в общем то наверное это назвать было бы сложно в котором тогда так нуждалась рима католическая церковь втянуты во всевозможные масштабные амбициозные строительные политические проекты а кроме того значительной степени разоренные во всех отношениях и финансовым и его нравственным предыдущим правлением печально знаменитого римского папа александра шестого александра шестого борджа или боргезе человека оставившего необычайно яркий след в истории рима католической церкви и вообще всей европы и наверное в его правлении рима католическая церковь но опустилась наверное до того своего какого-то нравственного и вероучительного дна которые казалось бы уже пробить наверное ниже невозможно но тем не менее мы видим что и последующие понтифики римской церкви пытаются не отстать в этом от своих предшественников и так если отпуст то кого же оттуда вызволяли при помощи индульгенции что же зачем же тогда нужны все эти сыры должные заслуги святых которыми распоряжался главный ватиканский духовный банкир и вообще о чем же тогда и собственно могла идти на протяжении всех этих лет речь может быть именно вследствие продаж индульгенции от опустил но я думаю что на самом деле не имеет смысла искать какой-то богословской логики в учении современных римских пап к сожалению я думаю что на самом деле то что они говорят диктуется не какими-то соображениями соответствия вероучительным догматом и преданием рима католической церкви я думаю что римский папа в данном случае делая вот такое вполне популистское их просто очень выносящие на корню все предыдущие догматическое учение католической церкви заявление просто подстраивается под то что хочет услышать его почтенная публика он просто идет на поводу у тех либеральных настроений которые так сейчас популярны так распространены в окружающем его мире это очередная попытка угодить слуху тех кто не хочет слышать того о чем в действительности возвещает христианство хотите благословлять однополые браки да пожалуйста оживите как хотите их оттуда зачем вам такая неудобная вещь как от к чему она нужна да он пуст и вот убаюкивая таким образом свою паству римские первосвященники уводят ее все дальше и дальше от спасительного пути нет нужды говорить о том что православное учение всегда относилась к факту существования ада к факту присутствия в этом мире вечной смерти и вечного суждения с необыкновенной серьезностью все подвижники православной церкви в частности например преподобный макарий великий помним как он трепетно относился к необходимости избегнуть ада когда проходя мытарство на каждом из которых без разочарованием и воем кричали о том что вот макарих победил избежал их сетей преподобный макарий всегда смиренно повторял что нет я еще не закончил своего пути я еще не могу быть уверен в своем спасении только входя во врата царства небесного уже последним свои его ответом на отдаленные бесовские разочарованные вой были слова что да по милости боже удалось мне избежать ваших сетей вот это реальность понимания существования ада реальности переживания этого ада в своей на самом деле ежедневной духовной жизни она была чем-то тем что постоянно позволяла подвижникам православной церкви находиться в состоянии духовного трезвения в состоянии постоянного ощущения присутствия духовной опасности которые необходимо было избежать этой опасности вечного осуждения в темницах ада они старались избежать и сами и об этом же постоянно молились в отношении всех остальных всех других людей проливали ежедневные слезы молитвенного плача о том чтобы как можно большее число людей оказалось спасено и избегло осуждение адского на всю вечность не играйте своим спасением предупреждает нас великий наставник нашей церкви святителя игнатий бренчанинов нам имеет смысл прислушиваться не к либеральным высказыванием конечно римского папы к учению святых отцов православной церкви к сожалению от реальность к сожалению от существует и существовать вечно поскольку существование ада обусловлено вопросом человеческой свободы только свободно можно любить только свободно человек может либо любить бога либо возненавидеть его либо возлюбить добродетели либо возлюбить и стремиться к ее противоположности из этой человеческой свободы и вырастает от вечной же его обусловлены тем что человек сам по себе существо вечное он не может прекратить существовать однажды начав это человек вечен поэтому вечным будет его выбор либо вечно быть с богом либо вечно навеки сойти в мрачные темницы в мрачные круги ада отчего да избавит господь всех наших слушателей зрителей портала экзегет но поможет всем нам достигнуть своего небесного царствия молитвами преподобного макария великого молитвами всех наших великих святых ну и конечно с участием нашего собственного произволения нашего желания нашего стремления оказаться в царстве господа нашего Иисуса Христа